Привет, дорогие друзья! Несколько месяцев назад мы вам показали торжество закона и справедливости в центре Киева. Там выламывали дверь, если вы помните, у Елены Бережной, матери погибшей Ирины Бережной. Был взламывание квартиры, вы помните, Службы безопасности Украины. Наша журналистка бегала, спрашивала, что это за понятые, откуда взяли этих свидетелей и так далее. В общем, там была труба, гроза, все средства массовой информации сообщили об этом событии. Ну, а события не о том, что взламывали что-либо, а о том, что наконец-то накрыли гнездо этих, понимаешь, сепаратистов, агентов страны-агрессора. Короче, взяли Бережную, попалась, и вдруг внезапно, тихо, спокойно, без помпы, без анонсов, без ничего, вызвали Елену Бережную для того, чтобы отдать все изъятые вещи и сообщить о том, что претензий не имеют. Вы представляете, под покровом ночной темноты практически ей все это отдавали. Должна была выйти представительница СБУ, но понюхав и поняв, что там находятся журналисты, решила не выходить. В СМИ тишина. Все, что по протоколу изъятия, которое взяли в обыске, мы все вернули. Мы задержались в длительное время только потому, что мы проверяли все флешки, все носители, которые они изъяли, было 8 штук. Действительно ли там содержится та информация, которую проверяли. Мне предоставили одну флешку, где записана непонятная музыка какая-то, рэп и все остальное, которое у меня не было. На этом моменте можно хмыкнуть и сказать, почему, зачем, зачем они дали флешку с какой-то музыкой. А мне не хмыкается. Почему? Потому что также несколько месяцев назад мы освещали великолепное, я считаю, сообщение от канала Коломойского и от СБУ, собственно, о том, что есть некие флешки, на которых записана музыка. Просто музыка. Но это не просто музыка. Это ключ к расшифровке базы ФСБ. И вот слышите музыку? Это не просто музычный файл. Это тот самый ключ, который добыла контрозвитка. Он открывает секретную базу файлев ФСБ. Вот такой вот бред они тулили на каналах телевидения, о том, что это ключ к расшифровке каких-то там баз ФСБ. Короче, этими ключами снабжают агентов ФСБ. И призначенный для вербования чильных офицеров украинского войска. Цю хитрую схему наши спецы раскрывали несколько лет. Ну, несколько лет получали зарплату за эту хитрую схему, короче, чтобы ее раскрыть. Там музончик на флешке. И вот агент получает флешку, вставляет. Почему он не диск получает? Компакт-диск. Нет, он должен получать пластинку. Я думаю, пластинку. На специальном проигрывателе он потом должен слушать, знаете. А потом спичечные коробки, между ними нитка, знаете. Один забрасывается в Россию, и потом вот так вот они переговариваются. А слышишь меня, как мы в детстве переговаривались. Ну, короче, из той же серии. Ну, вроде смех смехом, но они же серьезно это говорили. И вот я себе думаю, а может они такую же подбросили Бережной, чтобы в следующем обыске найти эту флешку? Или как? Елена Бережная, вы бросаете эту флешку нафиг, если вы эту музыку не знаете, что это вообще такое? Потому что придут со следующим обыском и скажут, вот, наконец-то доказательство. Золото находится у них на хранении в спецрезерве, и они сказали, что они его только заберут в понедельник, и в понедельник мне позвонят, и его вернут. Значит, по всей информации, которую они проверили, старшей группы, с которой мы работали, с майором СБУ, данный сотрудник подтвердил. Что они тщательно проверили всю информацию, которая на носителях, в данном случае, на флешках, на всех моих телефонах, на планшетах, компьютерах, на всем остальном. Никакой информации, связанной с антигосударственной или антиукраинской деятельностью, они не установили. Точно так же мне вернули письмо Лаврову, я могу его показать, которое было тоже изъято, потому что данное письмо, оно связано с правозащитной деятельностью, и никаких вопросов ко мне в части претензий, хоть как-то связанные с моей незаконной деятельностью, они не установили. Более того, сам руководитель группы, ясно и понятно, предоставил мне информацию, что обыск был сделан на основании рапорта, который подготовил им оперуполномоченный. Поэтому они вынуждены были обратиться в рамках другого уголовного дела в суд для проведения обыска. Не имеют никаких претензий, все. Вы представляете, а что было раньше? Давайте вспомним вместе, что же они тогда сообщали. А сообщали они следующее, что при обыске нашло письмо Лаврову и килограмм золота. Килограмм золота и письмо Лаврову. Килограмм золота это как будто бы, знаете, какое-то порно, или я не знаю, что человек не имеет права килограмм золота иметь дома, или что? Письмо Лаврову. Так, в рамках уголовного производства, открытого по статье 109, действие направлено на насильственное изменение или свержение конституционного строя. У него очень серьезная статья была. То есть они пришли по очень серьезному поводу, как бы. И вот они везде публиковали это. О, кстати, незарегистрированное оружие нашли у некоторых фигурантов. И пророссийскую символику. Ой-ой-ой-ой-ой. Смотрите-ка. Кило золота и письмо Лаврову. Все как один тогда об этом сообщали. И публиковали кило золота. Ну, по всей видимости, рассчитывая на то, что это... И наушники! Наушники! Преступные наушники нашли. Что это должно вызвать какое-то, я не знаю, возмущение, наверное, в народе. Что кило золота! Нашли кило золота! Во, и письмо Лаврову! И преступные наушники! В эти наушники, короче, надеваешь на уши, а тебе там начинает шепот. Сам Путин что-то нашептывает, знаете? В общем, все это абсурд этот весь. Сообщали украинские СМИ. Но сейчас я ничего не вижу. Никаких сообщений касательно того, что СБУ извинились. И сказали, мол, ну, с кем не бывает. Таких доказательств они не установили, поэтому они все вернули. Извинились. Но опять-таки сказали, у нас всю информацию дает пресс-служба. И на любой запрос любого СМИ, любой информации, они сообщат о том, что никаких вопросов, никаких претензий. Ко мне нет со стороны органов СБУ. Вот что касается беспредела самих сотрудников, они знают о том, что идут суды сейчас в части противоправных действий. И заявили мне, что как только будет доказана их деятельность, они будут уволены, и они сами хотят очищаться от таких нерадивых коллег своих. Но они еще там кое-что поживились, можно сказать. Как сообщает Елена Бережная, они там что-то украли еще. Но это в протокол не попало, поэтому это мы не вернем. Все, что касается не включенной в протокол, который они мародерствовали, просто украли в то время, когда мне оказывали медицинскую помощь, вот этим занимаются суды и занимаются как противоправные действия. Потому что сотрудники, которые просто-напросто обокрали мою квартиру, они не вносили эти вещи в протокол. Это полушубок саболины, это деньги, это второй шлиток золота, это драгоценности дорогие, это обувь. Вот опять про эту странную флешку с какими-то странными звуками. Много видеоматериала, много личных моих фотографий, моей дочери, видео, моей внучки и так далее. Не хватает одной флешки, связанной с событиями в Хорватии, с аварией, которая произошла 5 августа. Вместо этой флешки нам предоставили флешку, где записаны какие-то музыкальные номера, 50 файлов, которых, во-первых, я никогда не слушаю, у меня их нет и непонятно. И как объяснил этот начальник группы, вот он показал этот кулек и сказал, то, что мне передали, вот я это проверял, действительно, мне передали в том числе эту флешку, говорит, разбирайтесь с теми сотрудниками, которые производили обыск. Плюс, настолько было важно вот это вот все это, сломать дверь, вытащить оттуда бережную, провести этот обыск, накрыть это гнездо, что ее даже никто не опрашивал. И даже ни разу никто не опросил. Сейчас вернули все и сказали, извини. Ну, ты извини. У вас, меня даже никто не опрашивал на сегодняшний день, и смысла нет опрашивать, потому что, ну, у них нет материалов, которые бы о чем-то, по крайней мере, бы можно было задавать вопросы по этим материалам. Они не могут даже внести в единый реестр досудебных решений расследование касательно превышения полномочий вот с этими СБУшниками. Это прекрасная, я считаю, страна законности. Она делала их НАБУ, Государственное бюро расследований, еще там какую-то кучу муч, никто ничего не может сделать. Сейчас мы вынуждены через суды подавать на НАБУ, на Генеральную прокуратуру, чтобы они внесли в единый реестр досудебных решений уголовное производство по факту превышения служебных полномочий, коррупционных действий и, по сути дела, ограбления квартиры. То есть, когда налицо преступления, заснятое фактически в онлайн-эфире, потому что часть велась вообще просто там первым каналом, часть просто, ну, журналисты были на протяжении всего обыска, видели все эти мешки, видели все это, что там происходило. Впоследствии мы все сняли после этого погрома, и мы еще сейчас должны ходить и добиваться через суды, чтобы это внесли криминальное проваджение, когда 214-я статья Криминально-процессуального кодекса четко предписывают, что не допускается отказ во внесении заявления в единый реестр досудовых исследований. Про карты очень-очень интересно, про банковские карточки. СБУшники такие смешные. А вот эти вот... А когда вот я спросила, что давайте протокол писать, что украли, деньги там начали перечислять, я взяла сумку Елены Петровны, просто вывернула на пол, начали считать, что осталось, и Елена Петровна говорит, нету карточек банковских. Я говорю, отдай эти карточки, иначе я сейчас вызову полицию, будем вас обыскивать. Он берет из кармана, достает мне на одну, я говорю, еще две карточки. Они побежали там в коридоре, пошуршали, принесли еще две карточки. Я говорю, что уже сняли деньги с этих карточек? Они говорят, пойди проверь. Для чего же это все было сделано? А, для того, чтобы держать в тонусе население, я думаю, и через средства массовой информации слить информацию бредовую, о том, что там реально какой-то сгусток сепаратизма был, и вот теперь они его накрыли, а потом, знаете, хоть трава не расти, вбросили, и все, а сейчас не надо уже сообщать о том, что СБУ извинилось. И у меня такое ощущение, что, ну, решили проучить. Ну, знаете, без согласования с центральным СБУ, ну, скажем так, просто решили нажиться и проучить. Поэтому вот такая сейчас ситуация, да, вот они быстренько вернули, они, вот, мы к вам никаких претензий, да, вот судитесь, да, вот мы их уволим, да, вот мы то, да, вот мы все, вот эти обещания, золотые горы, ну, будем надеяться, ну, будем бороться. Все равно вернули не все, не все. Главное, про кукарехать, а там хоть и не расцветай. Вот такого вот происходит очень много в Украине. Очень много раз там, где они знают, что может быть ответка, они дают назад. Но при этом, посмотрите те статьи, вот те статьи, вот тогда вот, когда и взламывали дверь, когда происходили эти все обыски, да, вы представьте, как население это восприняло тогда, о-о-о-о, и как население сейчас это воспринимает, когда нигде об этом информации нет. Там где-то что-то по мелочи, да. Поэтому население и приходит, кстати, на этот канал, для того, чтобы узнавать всю информацию. Ты сейчас пришел и узнал. Удивительные вещи происходят в Украине. Удивительные. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok